здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а сейчас поговорим о одном недуге это боль в коленях мне написала одна женщина про то что у нее выкручивают колени я говорила на эту тему что естественно это доктор доктор только вам поможет я не доктор но поскольку этот человек мне не написал диагноз я очень рада потому что я всегда прошу девочки мальчики не пишите мне свои диагнозы я не доктор я вам помочь в этом плане не смогу я говорю лишь только то что я знаю и как я справилась например у меня болели не колени а я говорила что у меня одно время но это уже было очень давно лет 10 назад начинали болеть те места в локтях вы знаете мне посоветовали пить по утрам парное молоко козье не пропуская ни одного дня был такой человек его сейчас уже нет он дожил до 96 лет фамилия зима вот такая у него фамилия интересно и у него были козочки это возле моего участка дачного и вот он мне все подробно рассказывал а лорочка которая у него брала постоянно молоко который он открыл вообще козье молоко чудо козье молоко то она подтвердила то что ей гораздо лучше стало во первых я сразу посоветую это пересмотреть свое питание вы знаете похоже то что вот вы мне написали когда болят колени что это такое я вам скажу это похоже на артроз артроз это одна из наиболее распространенных так сказать недугов это нарушение обмена веществ в ткани внутри суставного хряща в норме процессы ее восстановления и разрушения находятся в балансе но по мере старения организма восстановление замедляется и хрящ постепенно изнашивается вы написали о том что вы занимаетесь достаточно спортом тем более правильное питание нужно тем более ясно что без физических нагрузок еще хуже дело будет обстоять еще хуже вот почему за рубежом мы видим постоянно огромное количество людей на пробежках на прогулках и я всячески это популяризирую я все время об этом рассказываю вы знаете остановить этот процесс можно но при помощи правильного питания естественно физических нагрузок и как чем раз насытить нужно рацион во первых питание хряща нужно создать такие комфортные условия для его функционирования вашего хряща нет такого средства вот как вы говорите напишите мазь я вам могу сказать то что слегка обезболит но точно так же как вы покупаете мази это не чудо мази да вы платите бешеные деньги но они действуют точно так же как мазь которую например я вам могу рассказать как она действует у меня много рецептов мази всяких разных средств например самое простое средство это у кого болят колени плечи локти запястья то вот бывает что кто сидит за компьютером целый рабочий день у тех тоже проблемы что после 45 лет это особенно чувствуется и есть такой вот простой рецепт самые простейшие ингредиенты помогают прямо с первого применения но без питания правильного нет значит ингредиенты запишите 1 столовая ложка меда 1 столовая ложка горчицы острый только острый 1 столовая ложка мелкой соли 1 столовая ложка воды вот тщательно перемешать все ингредиенты можно еще добавить туда камфорного масла 4 капли и пару капель мятного эфирного масла но только после того как вы приготовите смесь вы добавите масла значит до масел что нужно сделать доме масел нужно тщательно перемешать все ингредиенты доведите их до однородной смеси потом перелейте на в какой-то я не знаю мисочку и поставьте на водяную баню буквально на одну минуту в теплом виде чтобы это все было и вот на этом этапе теперь добавляйте масла уже больше не держите на водяной бане буквально одну-две минуты как я сказала и все просто чтобы слегка нагреть чтобы камфорное масло почувствовала себя хорошо и разошлось по вот этой вашей массе все перемешайте перелейте в какую-то стеклянную пустую баночку или баночку из-под крема или в любую другую упаковку и все и когда в следующий раз будете испытывать исходящих от своих суставов дискомфорт просто намажьте этим кремом болезненное место затем накройте его пластиковым пакетом а сверху повяжите обязательно или шерстяным платком или если нет каким-то теплым платком а если коленки есть такие наколенники специальные и желательно чтобы все-таки что-то было сделано из шерсти может быть даже какие-то шерстяные шарфики и вот такой компресс он должен находиться на своем месте полтора два часа не меньше лучше всего эту процедуру делать на ночь чтобы суставы могли отдохнуть после лечения а утром утром смойте крем и повторять этот процесс не менее пяти дней а то и семь дней подряд и посмотрите какой будет эффект вот так вот я иногда даже на всю ночь оставляю если вдруг боль в суставах какая-то бывает все бывает но самое главное это пища нам нужно я всегда рассказываю что это суставы это коллаген а коллаген это особый белок который в большом количестве содержится в крещевой ткани всегда говорю он есть в связках он есть в коже в общем вот вот этот вот белок особый белок скажем так белок нашего движения нашей прочности нашей упругости что поставить на стол но для начала знаете что вот многие пишут холодец вы знаете свинина если холодец из свинины категорически нет нельзя вы одно будете лечить а другое калечить а лучше всего все таки из рыбы заливное или какое-то фруктовое желе делайте почаще а еще хорошо делать бульоны из лапок куриных именно лапок вот там много коллагена не пренебрегайте желе делайте разные всякие желе себе это в меню должно быть обязательно а также нежирное мясо рыба молочные продукты только козье молоко или козий кефир или козьи сыры замечательно ну и конечно же не забывайте о бобовых бобовые очень полезны в том числе соя сера нам нужна сера и селе где мы возьмем серу во первых зачем она нужна вам вы знаете ее очень много в коже и хрящах если ее не будет сразу все на лицо кожа сразу становится такой знаете тоненькой морщинистый в общем значит нет серы без серы не будет коллагена вы понимаете сера она участвует в производстве коллагена вот и все поэтому сера нам нужна обязательно ну а какие продукты вы скажете богатые серы серы богаты говядина курица кита треска да кстати не забывайте за печень трески морская рыба например но скумбрия тунец даже морской окунь и много этого микроэлемента в яйцах в бобовых в крупах в редьке в дайконе в луке в редиске в общем все виды капусты яблоки сливы крыжовник облепиха там есть сера селен вот селеном все немного сложнее его есть большое количество в бразильских орехах а вы скажете где же возьмем в мидиях ну слава богу мидии есть купить можно или где-то я не знаю кто на берегу моря живет у тех вообще проблем нет с мидиями в креветках в кокосе ну вот вот там есть селен но не обязательно выбирать деликатесы селен можно получить из яиц из козьего молока из трески из чеснока чеснок забыла за чеснок в чесноке много селена ну и цельнозерновой хлеб только не белый вот так там вы найдете селен а еще забыла напомнить самое главное морская капуста в морской капусте огромное количество селена вот та морская капуста которая там добавлено много чего оник я беру я люблю оник шикарно еще нам понадобятся жирные кислоты омега-3 в отличие от артрита артроз принято считать невосполнительным заболеванием невоспалительным вернее там нет воспаления в артрите и есть а в артрозе нет на самом деле на фоне разрушения суставного хряща нередко все-таки возникает воспаление поэтому про то что невоспалительное заболевание артроз это еще с какой стороны посмотреть поэтому чтобы снизить риск воспалительных явлений я все-таки предложу вам на стол поставить питание с жирными кислотами омега-3 ну и что ж поставить на стол давайте опять поговорим о рыбке селедка семга сардинка тунец скумбрия треска прекрасно достаточно калорийный поэтому желательно не добавлять к ним масло а при приготовлении ни в коем случае не жарить а только запекать или готовить на пару а еще полезны заправки для салатов на основе моего любимого льняного масла вообще лен обратите на лен внимание в нем тоже много омега-3 кислот и в день достаточно 1 2 чайной ложки льняного масла и вы восполните свой организм омега-3 кислотой омега-3 вот так обратите внимание на вместе такой комплексный подход и обязательно обязательно общайтесь доктором по-доброму найдите хорошего доктора найдите доктора не бизнесмена а доктора от бога который действительно захочет вам помочь и как вы узнаете очень легко узнать доктора от бога он не будет вам выписывать список лекарств а он поговорит с вами и расскажет что почему и как я очень люблю досконально разбираться во всем поэтому я подробно люблю заглянуть в каждую причину рассказать за каждый продукт чтобы человек понял а ему это нужно а зачем именно этот продукт а не другой тогда человек он подсознательно меняет подход к своему питанию и его близкие становятся здоровыми я уверена что большинство моих зрителей прежде чем на сковородку что-то кладут они вспоминают мои слова как только вы положили продукт жарить на сковородку с этой минуты вы рискуете что ваши близкие могут заболеть раком а я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие здоровья вам пока пока